Всем привет привет! Вы на канале ВотГСН и я продолжаю в честь хэллоуинских праздников выкатывать из ангара машинки, которые связаны с этим великолепным праздником. Итак, ребят, у нас на очереди Дракула. Есть желающий покатать со мной в взводе. Я бы очень хотел заценить, безусловно, данную машинку в присутствии еще кого-то. Итак, берем Дракулу, дожидаемся, пока со взводной возьмет себе машинку. У него, между прочим, есть фараон, но что-то он стесняется его брать. Взял все-таки фараона. Погнали в бой. Это не обзор, ребят. Я не буду сейчас рассказывать про танк, про его броню, которой у него в принципе нет, и такое слово ему вообще неизвестно. Я не буду рассказывать про то, сколько дамажит пушка или рассказывать время перезарядки. Я просто хочу сейчас уважить все эти машинки в честь праздников тем, что стряхнуть с них пыль былую, но и, соответственно, выкатить их из ангара для того, чтобы они немножко проветрились, но и покрасовались в рандоме. Мне, честно говоря, Дракула вот нравился только в первое время. Он какой-то был действительно кайфовый, у него была бешеная подвижность. Она и сейчас у него, безусловно, есть. С непривычки после игры на ТТ я даже сейчас с трудом справляюсь с управлением на данной машине. Но, ребят, согласитесь, на сегодня я бы сказал, что Дракула уже немножечко не тот. Раньше, да, это была какая-то имба, которая залетала в бой, которая там, ну, вакханально носилась просто-таки по карте, а сейчас эта машинка уже немножечко не та. Все-таки начали учиться справляться с Драком, уже научились не бояться его бешеной скорости, научились выцеливать его и разносить в щепки. Короче говоря, Драк уже совсем не страшная машина. Я не знаю, может есть какие-то супер имбовые игроки, для которых Драк до сих пор остается прям бешеной имбой. Ну, а мне же, честно говоря, кажется, что он уже таким перестал быть. Самая большая проблема Драка, это отсутствие брони какой-либо, где-либо. Короче говоря, отыгрывать на нем становится очень-очень сложно, когда сближаешься с противниками. Ну, а как по-другому его отыгрывать, я, честно говоря, на сегодняшний день уже не понимаю. Раньше у меня довольно-таки неплохо получалось, но а на сегодня уже совсем не то. Ну, ладно, каточку сделали. Сейчас распустим взвод, заеду самостоятельно. Не мог не уважить подписчика и параллельно своего соклановца тем, чтобы сыграть с ним во взводе. Взводик сейчас распустим, но и запрыгну уже без него. Дождемся танчика из боя, но и скажу вам откровенно. Самих машинок, которые связаны с ивентом, их, в принципе, ребят, хватает. И пока ожидаем танчика, хотелось бы озвучить еще кое-что. Вот смотрите, в чем парадокс. То, как правило, да, все машины, которые связаны с ивентом, они находятся именно в этом дереве. Но, что самое парадоксальное, при этом все, тяжелый танк 7 уровня в лице Франкенштанка находится просто в дереве Германии. Я, честно говоря, ну, не совсем понимаю, как так произошло. Ну, произошло, да и произошло. Итак, берем еще раз Дракулу, запрыгиваем еще раз в бой, дадим старичку возможность тряхнуть своей сединой тысячелетий. Бессмертие и посасывание крови с игроков. Но мне почему-то кажется, что все-таки у Дракулы зубы уже немножечко не те. Клыки не сильно хорошо прокусывают еремную вену. Ну, и, соответственно, насосаться кровушке Дракуле уже с прошествием лет куда сложнее, чем раньше. Фановость, да, остается фановость в отношении скорости передвижения. В недавних обновлениях игры перерисовали ему визуальные эффекты вот этих вот плаща, потертостей все этих. Но мне, честно говоря, они не зашли по одной простой причине, потому что, стоя конкретно в ангаре, я на обзоре об этом говорил, я имею в виду на обзоре обновлений, что, стоя в ангаре, машинка выглядит довольно неплохо. То есть, там переливается свет красиво и потертости, они такие, действительно, как затертый металл. А когда же вы смотрите на данную машину непосредственно в самом бою, такое впечатление, что он затаскался, бедняга, просто до безобразия. Вытерся как-то, как старое поношенное пальто. Но и выглядит теперь уже прям совсем-совсем по-другому. Так, надо выливать отсюда, потому что, честно говоря, с моей броней мне только здесь и находиться. Поеду-ка я, наверное, немножечко в объезд попытаюсь заехать. Не знаю, выдержит сейчас или не выдержит фланг там без меня, но, по-моему, без меня им там даже будет немного полегче, чем со мной. Ну, а я, возможно, сделаю что-то более полезное. Так, что тут у нас? КВ-5. Ну, кроме как голдой этого товарища пробить нечем. Сделал хотя бы один шот по нему. Уже неплохо. Вообще сложно. Сложно отыгрывать сейчас Дракулу. Я понимаю, что кто-то скажет, что я просто какой-то там не совсем равнорукий. Но, ребят, согласитесь, когда у тебя абсолютно нет никакой брони, отыгрывать на машине довольно-таки сложновато. Ну, вот и все. То есть, как танкуй, не танкуй, а все равно получается, ну, как бы не очень. Короче говоря, вот так вот выглядит на сегодняшний день Дракула в рандоме. Я не знаю, ребят, считать ли везением факт того, что если вы сейчас во время ивента из конта выбьете себе эту машину, да, то есть, если вы там вдруг совсем психанете, соберете огромное количество вот этих вот мешков. По-другому я их назвать не могу. Им, конечно, придумали более умное название. Непонятно, с чего они это название вообще, в принципе, взяли как таковое. Но, короче говоря, вот когда вы к странствующему торговцу попадете и соберете 19 вот этих вот мешков, покупая, по сути, за голду по 1350, если не ошибаюсь, пропуск для того, чтобы открыть себе сокровищницу фараона. Но тогда у вас будет шанс получить одну из четырех машин. И я буду очень-очень сильно надеяться, что вам выпадет либо ликан, либо фараон. Особенно, если там, не дай бог, за все ваши попытки и потуги за 19 раз открытие сокровищницы фараона, фараон сам вам не выпадет. Потому что вы будете прям совсем в осадке. И если вы откроете после этого контейнер, да, этот вот этот сундук странствующего торговца и получите себе фараона. Окей, вам очень сильно повезет. И слава богу, что, в принципе, вот так для вас все закончилось. Чуть похуже будет, если вы получите себе ликана, не получив фараона вообще в этом ивенте. Самый жирдос будет, если вы получите фараона и выбьете себе ликана из сундука здесь. А вот если вам выпадет Дракула, либо Хельсинг, я бы сказал, что здесь уже ваше ведение не то чтобы заканчивается, упирается исключительно в то, что вы якобы на халяву получили данные машины. Хотя по факту, ребят, халявой это однозначно не назовешь. Потому что если вы умножите 17 на 1350, ну, прикиньте, приблизительно, да, там, сколько голды вам обошелся тот же самый Хельсинг, либо фараон, ну, либо там, я не знаю, тот же самый Дракула. Это вообще, по-моему, самый унылый из этих четырех товарищей, который только может выпасть. Ну, это мое субъективное мнение, если вы со мной не согласны, пишите обязательно в комментариях. Я отвечаю практически всем. Почему практически? Потому что просто физически не успеваю. Но, как правило, стараюсь действительно всем отвечать. Ну, и еще, если вам нравятся честные обзоры, если вы хотите видеть честное видео от человека, имеющего среднюю статистику боев, который будет показывать вам машины, и вы будете понимать, как приблизительно они будут смотреться в ваших руках, подписывайтесь на канал по желтому шильдику в правом нижнем углу, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ну, а я постараюсь радовать ими как можно чаще. Всех благ, всего хорошего вам, приятного Хэллоуина, приятного ивента, мира вам обязательно и спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok